Всем привет! Сегодня я снова начинаю делать коврик, очередной, уже третий. Делать я его буду в подарок, поэтому покажу только после того, как подарю. Коврик будет вот такого вида, с цветочками, камушками. Здесь такая компьютерная картинка только. Думаю, что готовый пушистый он будет выглядеть несколько иначе. Вот такая основа входит в набор. Она расчерчена по квадратам 10 на 10. Как всегда, в тех наборах, которые мне попадались, она обработана по краям и с обратной стороны есть подложка. Подложка такая же, как в божьей коровке, ну и вообще набор похож на набор с божьей коровкой. Большое количество ниток. Цветов, в принципе, немного. Два зеленых цвета, два желтых цвета, два желтых цвета, одинаковые же. Вообще, вроде как они немного отличаются. Вот это более желтый. Так, два серых оттенка. Коричневых, вот я не определилась, три или четыре. Так, и крючок. Крючок специальный, с таким вот язычком открывающимся, закрывающимся. Сиреневого цвета. И схема. Схема вот такая, а четвертого формата. Глянцевая. Так, сейчас посмотрим насчет коричневых оттенков. Здесь вроде как коричневых три. И желтых три. То есть, я так понимаю, что один из этих относится к желтым. Любопытно. Вот наша картинка. Как вы думаете, какой-нибудь из этих оттенков похож на желтый? Причем на светло-желтый. Я так понимаю, что это средняя часть у цветочка. Это следующая желтенькая. А следующая еще светлее должна быть. Ладно, посмотрю, у меня вроде в божьей коровке были какие-то желтые. Пойду поищу желтые ниточки. Кажется, нашла. Правда, они не так сильно отличаются. То есть, можно было бы посильнее. Такое чувство, что на камере они вообще не отличаются. Повернем к более дневному свету. Вот это от божьей коровки. Ну вот, теперь я более-менее спокойна. Здесь возникает вопрос. Как я хочу, чтобы лежал ворс? Вдоль или поперек? Вообще, хотела изначально идти короткими рядами. Теперь мне кажется, что как-то вот туда ворс должен лежать. Не знаю, почему-то у меня такое представление. Я показывала, когда делала коврик с божьей коровкой, но покажу еще раз, как я завязываю вот эти ниточки. Как, собственно, ими вышивать. Итак, сворачиваем ниточку пополам. Продеваем крючок сквозь петельку прямо вот подальше. Затем продеваем крючок под переплетение на остромине. таким образом, чтобы язычок тоже прошел под ним. То есть, ниточка у нас с этой стороны, язычок с этой стороны. Теперь ниточку вкладываем в крючок. То есть, немножко возвращаем его назад в крючок и ниточку вкладываем в крючок. Вот таким образом. И начинаем продевать обратно. При этом у нас язычок закрывает крючок и нигде ничего не цепляется. И в конце можем подправить, подернуть либо за оба хвостика, либо только за один, если нужно подровнять. Вот. И получается вот такая штучка. В общем-то, одна готова. И продолжаем делать так же. Свернули ниточку пополам, продели крючок сквозь нее, продели крючок под переплетение с трамином. И возвращая обратно, вкладываем ниточку в крючок и продеваем. Когда вы эту технологию поймете, несложную, в общем-то, у вас будет получаться очень быстро. То есть, в принципе, как я уже говорила, в коврике это дело, в общем-то, не слишком долгое. Но здесь у меня такая площадь побольше будет, поэтому, думаю, немного побольше времени займется, соответственно. Ну и, в общем-то, завязываем наши ниточки на страмине в соответствии со схемой. Вот и все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ну вот коврик готов получился он как всегда приятненький пушистенький красивый ниточек осталось очень много в общем-то по некоторым цветам вообще был очень большой запас то есть темно-серых осталось прям очень много да в общем то и светло-серых тоже в общем то практически все нитки остались за исключением как вот изначально была проблема желтыми нитками все-таки я пришла к выводу что один цвет вы просто не положили то есть светло-желтый цвет он просто тут отсутствует если вначале я там предполагала что какой-то вот и светло-коричневых он как желтый выступает но под конец поняла что это все равно не так потому что одного бы такого цилиндрика светло-коричневых ниток мне бы на коврик не хватило то есть то что было положено 2 это был в общем то запас хотя что-то по оттенку они чуть 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 отличались я взяла желтый цвет из своего одного из предыдущих ковриков из божьей коровки и хотя они визуально в общем то вроде бы отличаются когда вот так вот мы их сравним в цилиндрике есть небольшая разница но на коврике этого к сожалению незаметно то есть вот на самом деле здесь вот желтых оттенков использовано три но этого не видно на мой взгляд хотя в целом картину мне кажется как бы восприятие коврика в целом это не портит вот все таки такой вот минус очень удивило что здесь все совпало по ширине и длине то есть рисунок вписался один в один потому что изначально я посчитал мне показалось как у одного ряда не хватает нет всего ну то есть плане размера совпадение схемы и вышивки то есть здесь все было замечательно довольно много бракованных ниточек осталось то есть я их специально не выкидывала чтобы показать вам это всякие такие кривенькие либо слишком толстенькие либо какие-то лохматенькие такие уродцы вот такие ниточки я их в общем то откладывала не только для того чтобы вам показать ну а как бы с целью если вдруг нитки закончатся то ну в принципе их можно использовать но не очень удобно потому что они пытаются торчать в разные стороны и немножко как-то это портит картину вот хотя в принципе они как правило они вот эти неровные нитки они длиннее чем необходимо поэтому но обрезать всегда можно бывает встречаются именно коротенькие ниточки то они их конечно уже никак не используешь как я уже сказала мне не пришлось использовать эти ниточки теперь их можно смело выкинуть но процесс как всегда приятный простой если интересно внизу под видео оставлю ссылочки на другие коврики которые я делала если интересно можете посмотреть на сегодня все пока